приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час сегодня воскресенье 25 сентября мы только вот с мужем вернулись леса ходили за грибами много грибов не насобирали потому что там в лесу было очень мокро все-таки шли целую неделю проливные дожди но в любом случае я пришла вдохновленная пришла вот такая полна энергии потому что я повторюсь но реально природа заряжает заряжает энергией заряжает позитивом ну и еще у меня такой как один маленький такой секрет я ходила в принципе в лес с определенной целью даже не 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 за грибами не постолька за грибами поскольку я хотела получить один ответ на один важный для меня вопрос и у меня такая вот практика когда меня что-то волнует или я хочу принять какое-то решение я иду в лес благо он здесь не недалеко я иду леса перед этим перед тем как пойти я задаю вот себе вот этот вопрос как на который я хочу получить ответ и все и об этом забываю и вот иду в лес пока я там хожу брожу пока прислонюсь к дереву пока еще там что-то вот нечаянно скажем так негаданно мне приходят в голову ответы ответ на вопрос такие вот интересные мысли которые мне помогает в принятие решения в принятие решения да как дальше мне поступить и сегодня у меня тоже такой же был момент и и я выучу я очень рада потому что еще никогда этот способ меня не подводил а сейчас я решила просто вот так же на энтузиазме так решила записать видео такой обзор и показать в принципе посмотрите видео за видео обзор за пятницу 23 сентября и посмотрите как отработала но в принципе на экране у нас пара евро доллар и я ничего не меняла вот посмотрите как я говорила что вроде мы думаем разворачиваться вниз но мы и не развернулись наоборот даже чуток вверх пошла цена но вы видите как четко но отработала то есть вот между линим то есть в этом диапазоне вот такой вот треугольничек вот чуть-чуть и пришли отработали линии месяца как я и предполагала что мы можем откатить сюда после чего пойдем вниз вниз мы так и не пошли но вот в принципе в этом диапазоне мы отработали что же сделала пара тоже доллар франк вот посмотрите опять-таки ничего не меняла показал мне мой индикатор скажем мои линии показали что мы разворачиваемся вверх но в принципе мы и пошли немножко вверх вот отработали практически до линии недели вот одна линия недель на 2 линия это линия месяца ну и здесь там скопление мувингов и вот смотрите как четенько четко мы оттолкнулись от вот этой линии линия дня да и вот здесь на закрытие тоже к ней пришли прямо и и вот тютелька в тютельку протестировали и два разворотной линии дня то есть вот отработала в этом диапазоне которые были вот моей линии и что говорила следующая пара у нас фунт доллар тоже красота такая я повторюсь посмотрите видео с 23 сентября как я говорила что мне показала вот пересечении что мы пойдем вниз да и оттолкнулись от нашего волшебного индикатора вот и мы пошли вниз смотрите как четко мы пошли вниз пошли отработали вот эту линию дальше пошли отработали вот линию недельная и вот следующая недельная линия посмотрите вот прямо один в один прям почти пипс пипс мы ее отработали откатили вверх то есть вот такие по фунту доллара дальше у нас доллар иена тоже практически вот она отработала в этом же диапазоне но не пошла вверх ну пошла но совсем не немножко да то есть волатильность рынка была слабенькая в пятницу единственный кто так это хорошо отработал так это была пара фунт доллар вот и вот так же я отработала и напоследок как по вашим просьбам австралийский доллар в паре с американским долларом тоже посмотрите показала мне что мы развернемся вниз пойдем и смотрите вот после открытия мы пришли потом откатили вот опять-таки линия дневная да ну который я провожу вот смотрите тоже опять-таки пипс пипс практически и пришли и протестировали линию недельную тоже опять-таки почти пипс в пипс и вот второй раз но чуть-чуть и вот пришли к двигались к линии месяца и вот смотрите отсюда сюда откатили до разворотной линии и да она прямо практически рядом разворотной линии дня еще одна вот такая дневная линия ну вот пунктирная и вот смотрите как мы их протестировали прям четко четко вот что я хотела сказать по поводу как отработала в пятницу но и заодно я очень рада что вы послушали вы посмотрели до этого момента потому что сейчас вас ждет такой сюрприз очень приятный очень полезный я решила поделиться с вами некоторыми своими правилами работы на финансовом рынке и так дорогие друзья скажу честно это эти правила не мои я их переняла у орена баффета наверно надеюсь вы слышали про миллиардера орена баффета и я их как бы под себя немножко переделала и хочу сказать что они мне сослужили хорошую службу жалко что я их обнаружила немножко позже чем я усвоила именно первое правило потому что первое правило звучит так исключите из своей жизни долги что я хочу сказать почему я жалею что я их нашла позже потому что именно первое правило я не не использовала когда я первые свои деньги потеряла а потеряла очень такую даже существенную сумму потому что это были как раз деньги занятые вот не мои собственные и я их потеряла и потом я пришлось их возвращать работать и возвращать это ох как неприятно узнаете под работаешь работающий надо просто вот как как бездонную бочку вот отдаешь поэтому смотрите исключите из своей жизни долги направьте все ваши силы и энергию на их погашение погашение если они у вас есть не начинайте не работайте на фондовом рынке на чужие деньги на занятые деньги к если вы только начинаете когда вы уже почувствуете в себе это можно взять в управление но это совершенно другое пока если у вас есть долги я мой вам совет исключите их из вашей жизни направьте ваша сила направьте свою энергию на их погашение потому что это это что-то ужасное долги настолько давят настолько связывают руки настолько не дают полноценно чувствовать себя свободным ни от кого не зависящим человеком поэтому смотрите избавляйтесь от долгов когда долги закроются вот тогда стремитесь к тому чтобы накопить хоть какой-нибудь стартовый капитал там и дальше уже начинаете его вкладывать в перспективное дело или начинать нам работать и увеличивать да вот я не буду все правила перечислять перечислю некоторые такие самые основные самые важные именно относительно работы на фондовом рынке и первое правило я считаю тоже одно из самых таких важных это верьте в себя и отличайтесь чем я отличаюсь во первых тем что я женщина мало женщин которые реально записывают обзоры которые реально работают на фондовом рынке и готовы делиться показать и рассказать это во первых во вторых я делаю это в своем стиле то есть многие мне говорят так что-то кто-то мне не понимает там или я или не понимает что я говорю кому надо тот меня поймет срезонирует найдем общего поймем друг друга и научиться возьмет все что можно у меня взять да для того чтобы ну для на на пользу себе во вторых в третьих вернее я стараюсь всегда говорить простым языком чтобы это было понятно даже школьнику именно многие говорят вот это неправильно там buy sell надо использовать а я говорю вверх вниз там купить продать на на мой взгляд что купить здесь именно на на фондовом рынке ты все равно все покупаешь если взять с точки зрения вот там ты купил продал все равно купил и продал имеется ввиду что вверх там ты покупаешь вниз продаю стоишь buy покупаешь sell продаешь но у меня свое понятие свой взгляд на все это поэтому я и отличаюсь я говорю кому не важен результат самое важное это получить результат хороший качественный результат поэтому как говорите что говорите главное чтобы вас понимали получали результат поэтому отличайтесь это первое правило второе правило очень 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 важное всегда обязательно имейте план b и план c это очень важно всегда просчитывайте как позитивные так и негативные сценарии что будете делать в случае форс мажорных обстоятельств у вас всегда должен быть план b а еще и необходимо той план цикки поэтому это очень очень важно при том что план b и план c они должны быть у вас прописано не должны быть всегда перед глазами на столе и где вы работаете на на стене всегда вы должны их видеть вот это что касается второго правила на третье правило на старте перри прежде чем зайти в сделку обязательно обязательно определите для себя точку выхода и когда вы ее определили чтобы вам как бы там цена не повернулась как бы там чтобы не было вы обязательно следуйте этому правилу правилу вы обязательно выходите даже если видите что цена пойдет дальше и не надо об этом жалеть не надо потом ли лезть еще там в рынок ой я упустил ой вот как пошло туда а я взял и вышел нет взяли закрыли вышли себя поблагодарили сказали что вася ты молодец ты умница ты сдержал ты смог выполнить то что ты себе обещал что ты себе запланировал и все и уходите либо ждите либо анализируйте и смотрите . для следующего входа чтобы обязательно опять-таки определить для себя точку выхода из уже следующей сделки следующее правило четвертое правило звучит так учитесь распоряжаться своими финансами не надо кому-то доверять сразу тоже у вас должно быть понимание что вы будете делать как вы будете выводить ваши средства когда и как это именно будет происходить я об этом запишу тоже видео мне вспоминается от уровень орена баффета я говорил что это не мои я переняла у него но некоторые я их переделала под себя именно под работы на финансовом рынке поэтому знаете у него есть два принципа работы первый принцип звучит так что никогда не теряйте свои денежные средства а принцип 2 никогда не забывайте принцип 1 вот поэтому я тоже запишу в конце месяца что я специально открыла специальный счет небольшой маленький счет чтобы показать что сама таких маленьких денег можно начинать с маленького депозита зарабатывать именно я использовала вот эти вот принципы что не терять свои деньги поэтому у меня получилось одна пока убыточная сделка это маленькая остальные сделки все прибыльные это за месяц и я расскажу еще и покажу в конце месяца чтобы вы это наглядно увидели и последнее правило на сегодня их гораздо больше но я сказала что я поделюсь самыми такими основными самими важными и пятое последнее правило на сегодня это друзья инвестируйте в себя это очень очень важный момент инвестируйте в себя каждый день работайте над трудитесь над своими слабыми чертами характера но по чуть-чуть понемножку не надо выходить там за рамки не надо перегружать фокусируйтесь конечно на ваших сильных сторонах и способностях раз свои развивайте развивайте свои навыки делайте их лучшими это очень важно но и не забывайте пас про свои слабые стороны и каждый день хоть что-то хоть чуточку в направлении их улучшения тоже работайте очень важно в сама обучаться очень важно обучаться потому что самый лучший учитель это вы сами если в вас и горит вот это это намерение то вы сможете и у других людей у других учителей что-то взять но если у вас вот этого нету то никто вас ничему не научит пока вы у вас внутри у самих в это не будет гореть и поэтому учитесь 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 управлять своими финансами потому что и начинайте с малого как я и говорила очень важно начинать с маленького даже депозита чтобы вы научились потому что если вы сумеете управлять малым депозитом вы потихонечку выйдете то есть все надо делать постепенно если вы не умеете малым депозитом управлять то вы большим и подавно не сможете у вас не получится все нужно делать ребенок сразу на ноги не встает понимаете в ребенок сначала рождается потом там начинает узнавать потом садиться потом вставать на ножки и только потом ходить и так далее так и здесь нужно начинать учиться и с маленькими суммами управляться тогда все в ваших руках все ваши ваши возможности научиться управлять уже большими суммами потому что если вы не сможете собой управлять то не сможете и большими суммами вот в принципе это все что я хотела на сегодня вам дорогие друзья сказать хотелось с вами поделиться я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки делитесь с друзьями задавайте вопросы пишите комментарии я по мере возможности стараюсь всем отвечать я всегда на связи поэтому еще раз приятного вам вечера и всего всего хорошего до следующего обзора пока пока